вот вот именно воплощение по крайней мере человечество нормально помнить не нормально как не помнить уже лучше не совсем как все плохо так вот и последний раз получилось как примерно как ты говорил про фильм с этим с томом крузом как он там когда он не а грани будущего ну да короче я отключаюсь дома я всю ночь там проработал прихожу домой поспал просыпаюсь и меня отключает дома на глазах у жены дальше мне жена рассказывает я захожу в комнату в испуге все ты сидишь разговариваешь но это не ты ты общаешься даже не со мной ты общаешься с какими-то людьми разговор у вас то я говорю кто назови мне имена она говорит извини дорогой я в таком состоянии в шоковом и белом не могла вспомнить потому что я подумал что ты все у меня кончился инсульт или еще в общем я на протяжении 25 минут вел активную беседу с людьми она где я поняла что это были военные там было три человека я причем помню до этого еще вот в одном из моих воплощений я стою это штаб что ли части со мной три человека стоят все военной форме один из них сидел тот то есть сидел у нас мы ругались он достает пистолет меня стреляет я ложусь и со словами бля опять говорю понимаешь вот до такого как только заходит скоро квартиру я уже я я понимаю что мне плохо у меня все болит и скоро уже этого не видят концерт то есть все в порядке после этого момента в моей жизни начинают появляются активно военные реально там проходит может быть четыре месяца их очень много начинает появляться вокруг меня дальше с одним товарищем полковниками я общался как-то новым тоже человек такой скажем не совсем как бы в своей тарелке военной я ему рассказываю да что вот я помню как меня стреляли военные и тут человек просто берется накатывать в стакан он не слышал эту ситуацию я просто так мельком рассказываю он мне коль а тот кто в тебя стрелял он сидел в этот момент и молчал и да юрий еще он просто когда сел вот например просто осел на стол и блягать я думал мне как это приснилось то есть вот даже до такого то есть человек сторонний но он видел эту ситуацию которая еще не как бы произошла мы здесь она еще не произошла понимаешь то есть ему это тоже как бы снилось вспомнилось только он тот кто тебя убил прошлом нет не он он был рядом он видел того кто как бы сидела молчал то есть один из тех то есть он был все на участник этой ситуации понял поэтому и хочет стало много и очень стал скажем это подходить и я понимаю что что-то у нас какие-то события и твой интерес к оружию тоже неспроста я я занимался автоспортом я еще раз со мной кто-то общается я серьезно ну я их слышу вот или честно скажу я я их слышу я сижу в ванной один раз просто вечером и сам собой ну как бы говорю никого дома не было я говорю слушайте или вот выйдите со мной на связь но я же говорю вас слышу я не дурак ну вот выйдите со мной на связь проходит два дня я отпустил это я реально забыл и ко мне подходит на улице человек подвыбивший не пьяный в пограничном состоянии что-то общается дома там закурить спросят выпить я говорю слушай дружище нам ехать пора я говорю все отвяжись а нас двое был то есть он он четко ко мне пошел я сажусь машину он подходит к окну и говорит фразу брат быть добру я стою такой знаешь ну эту фразу ты не слышишь я только раз сначала не понял я выхожу и у меня человек стоял рядом это надо было видеть со стороны его переключала то есть он то мне рассказывает за зоновские темы то меня вот так хватает за грудки то тут же меня обнимает и произносит сразу быть добру как брат быть добру я стою я вроде понимаю но я вроде я даже не понимаю что делать такой вот до такого я говорю а он просил меня отвезти причем я как бы отказал потому что я ну реально не сообразил причем у меня просил вести в то место туда куда я ехал понимаешь до такого я уже подумал сообразил с одного конца города на другой я грубим надо было взять я круто что ты хотел он как ягод там типа оружие когда перетачиваю ягоды мне говори что нет не знакомому человеку ты понимаешь а его тут же переключает на зону скую любовь конечно какую-то ну просто знаешь как вот это два разных человек то есть ну вот это надо было видеть я потом уже сел и звоню там вот девочке одной слушай такая вот ситуация он говорит так ты чего хочешь ты просил говоришь с тобой вышли на связь с тобой вышли на связь мне показывали мои аварии в автоспорте я вот автоспортом занимался я очень не четко показали аварию мне говорят все просто я еще не совсем понимаю как с этим работать то есть ну вот и я все это прекрасно понимаю в чем дело как бы такая вот ситуация поэтому оружие дай мне реально мне говорят продавай машину машины тебе будет это не нужно скоро таралина продай машину как купи оружие это хорошо я продаю машину жена успокоилась ну все муж перестал заниматься опасно ты купил оружие она снова начала волновать и муж приносит такое оружие домой то есть жена говорит ну ты чё дорогой я говорю ну вот это надо поэтому она у меня ну вот она конечно все понимает она у меня такая хорошая все понятен тоже вот и кстати вот как-то я слышал что те у кого был заменен хрусталик типа в глазу они видят укола когда там свет по-другому я жене между делом сказал то что она там тоже вот видит и кого-то умерших то есть да у меня такая я к сушу такая ситуация она как у меня к этой операции не было на глазах у меня как папа г серого цвета и хуже видны они сердечки на бишь а я не вижу вот он по ощущениям видно а вот он в марте у колосса он готов сейчас пришел он как сдулся мужику 50 лет он как сдулся как как вот дед старый ягод не спрашиваю папа как да все в порядке все отлично понимает их выжимают то есть вот потенциал следующей жизни на уровне времени на уровне души на уровне ну много чего просто забирают выкачивать они подключены через компьютеры одно поле одно и вот это вот высосал это из них дементоры гарри поттеры такие дементоры вот скажем вот он пока один такой в семье вот у меня к сожалению большой я думал у меня умнее но к сожалению где мы не поэтом ровно отношусь другая тема а ты не пробовал как плеч полежать сам вспомнить вот все отпустить и вот погрузиться в это состояние уже пробовал но я не понимаю что я выдумываю что я не выдумал я вот не могу с этим разобраться как как ты смайл хоть один мой сеанс вот именно с моим честью мы любим их раза тыкай палкой но если тут либо картинка вот фантазия вот сверху приходит либо вот это ощущение когда у тебя мандраж когда те убили вот это не спутаешь а мне надо но но сколько раз меня не убивали ножом я помню много раз резали стреляли это вообще безболезненно я понял есть хорошая фраза умирать легко то есть реально ты ложишься закрываешь глаза вот эта последняя фраза когда в я выстрелил я лежу и говорю бля говорю опять но у меня первый раз этот цвет отправили вот я не заметил удара вот понимаешь вот 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 сюда удар вот тут вчера до сих пор еремную вену тут перерезали то есть по под кожей прошел нож вот так и не могли найти даже почему там еще три операции было чуть выше это было бы шею чуть ниже легкие но неважно в общем вот такой рисковый момент и я там в кому несколько раз летал и самого удара не почувствовал это вот на реально легко раз ходишь ходишь все потеря сознания это там белый свет да это уже в другом состоянии сознания вот я даже белым цветом не помню я просто помню что ты уже все как бы здесь окончательно умер если бы тебя потом откачали вот ты вспомнил неважно ладно что странные короче но это не здесь было мир знаешь примерно когда ты как-то делал разбор на алису в зазеркале да вот эту игру вот эти лестницы которые странные были очень часто как будут у меня очень хорошо вот это воспоминание страны потому что я понимаю что ну когда ты как бы лежишь там то ли спишь то есть ты понимаешь что по этим лестницам как бы ты перемещаешься очень странно этот лестница какие-то в тупик какие-то они но это не здесь это не в этом мире и не очень и очень много раз вот эти как бы здание какие-то тупиковые страны страшно как вот ну почему-то меня вот это все откладывается но это не здесь не не в нашем мире и очень почему-то у меня хорошая ассоциация очень серьезно идет с военными я не понимаю как мы скорее всего то есть какая-то была связь с военным не очень понимаю ну военный из меня сейчас скажу пошел поэтому это все не оценивая вояка это же это дух остальное инструменты люди меняются это нормально идем в бане но я-то не пьющий человек буквально 50 грамм выпивает нас там трое начинает кидаться вот 3 убежал а этот я потом еле от отмахался вот этой разиком деревянным вот такой нож берет который колбасу до этого убью глаза вот так черный абсолютно вот как в том же фильме грань будущего вот это уже другой человек и он здоровый вроде тебя и это еле отмотался знаешь вот абсолютная подмена вот вот так и все и перед тобой убийца ну вот так а потом когда уже я убежал он он ломился в железную дверь там ну прочее ну через дорогу была баня дома могут я не помню это не я извинялся и все прочее им говорят да вот ты вот и вроде знакомый человек то есть не это не вне бомж какой-то нет я случайно там человек было те двое они типа друзья ну это то есть бывает такое то есть ничего сверла и из моей памяти могу подтвердить но бывает так что ничего удивительного нет просто работай с собой да опять же у меня как бы тяга какая-то к огню да я не понимаю скорее все где-то тоже какая-то очень тянет к огню почему-то с чем-то таким не знаю и собственно говоря я понимаю что это где-то внутри да то есть это есть я понимаю что это изнутри идет ну то есть я напрочь ну то есть я напрочь не охотник я не могу идти стрелять дичь потому что ну я не моя не мог один раз пустить крючок поэтому я и до сих пор не буду делать ну я потому что понимаешь живое существо я прекрасно отдаю отчего что если кто-то решит там ну вот именно нападать на меня на мою семью на кого-то моих близких и кого-то еще конечно я это сделал потому что это уже другое немного но никогда ты стреляешь просто там люди живут и не виноваты не дело слушай но мы много те наверно можем рассказать вот мановые знаю что увидела но ты надо самому работать как-то он и есть мысль как направить человека кто-то я понимаю что кто-то есть комблокирует определенного не просто я просто не совсем поняла что ты только хочешь ты хочешь вспомнить ты хочешь увидеть ты хочешь найти тех кто с тобой разговаривает что именно ты хочешь я хотел бы наверное вспомнить себя ну и собственно узнать кто же со мной общается и возможно кто это второе до его воспоминания прошлую жизнь блоки если мешают сканирую пусть он их почувствует я немножко тоже поддам энергии в резонансе и воспоминания одну жизнь любую ну просто види смотри смотри если я смотрю на его эфирку или колбасы чё-то он движение постоянно динамике он на месте не стоит изображение постоянно плывет она постоянно перемещается вот он да его шарик это его энергосфера ну как мы обычно людей видим и он постоянно в динамике его двигает туда-сюда я вот не пойму это он сам у него не кубик у него такой вот типа финал как половина кубика как параллелепипед такое ну это основание кубик и прям вот на голове как отсекает белый какая-то квантовая белая конструкция смотри они две такие конструкции он как в скобку взят ты говоришь половина этого кубика половина сверху половина снизу него идет фиксация вот так вот как скобка как скобка такая поставлена и он как постоянно дает какой-то импульс что ли он его постоянно колбасит он постоянно плывет отсекает вот только вспоминается только какой-то контакт с собой с целостностью примерно с энергией хоть как-то можешь работать я пробовал даже понимаю шарик сделает да я вроде и стараюсь хорошо вот так вот вот в голове делай шарик вот так вот обхвати вот люди как вот иногда в панике они себя наполняют чтобы целостность установить это рефлекторно это вот самое простое вот так вот по мне поделаем и вот руками прям накачивай собственный мозг энергии заполняет смотри какие ощущения там кто-то видишь структуры пустоты еще что-то вот просто наполняй закрой глаза чтобы не отвлекаться и попробуй так вот экстремальный путь люди в экстремальных ситуациях вот так за голову схватились вы наполниться это имя наполнение энергиями вот физическая хотя бы защита мозга знание как мозг чувствуешь да мозг почувствую хорошо равномерно все либо там есть темнота сгустки пустоты из центра мозга на свой мозг посмотри на череп просто вдохни выдохни расслабься сядь удобно чтобы тебе было и просто расслабься это первое что нужно ты зажатый зачем зажимаешься все вдох-выдох спокойно ну по ощущению что где-то вот здесь как сейчас попробуй на этом месте где ты чувствуешь черное сконцентрируй свое внимание там сознание тебя примерно в этом месте на время переносится чуть повыше почувствуй сейчас эту точку почувствуй себя всего там переносится ну да давай на уровне переносится сконцентрируй там энергии внимание туда все полностью марш получилось ну да отлично теперь давай немножечко амплитуды сделаем выше и ниже перемещай сознание чуть-чуть выше чуть-чуть ниже раскачивание идет ну да улавливаешь на отлично первое что тебе помешало ты почувствовал что-то на затылке правильно на и посмотрим что там тебя на затылке вот сознание во что-то упираешься что мешает просто знаешь да хорошо потолок ты ощущаешь это какой-то потолок давай посмотри потолок другие какие-то грани есть или это вокруг тебя просто потолок сверху тебя просто потолок вообще по ощущениям что как закрыт то есть там какая-то структура что тебе закрывает правильно я понимаю ну вот по ощущениям тогда не открыться самому хорошо смотри про взаимодействовать этой структурой нужно как-нибудь представь что ты руками трогаешь сознание не дотрагиваешься как те проще будет хорошо про взаимодействие нужно как-то изменить понимаешь меняешь форму меняешь наполнение руками потрогай почувствуешь что это такое фирме руками да и трогаешь что там такое что-то еще может изменять руками взаимодействие да но как-то позже взаимодействовать по ощущениям она холодная или теплая но не холодно нет не чувствую полностью нейтральная в этом случае да если ты воспринимаешь если воспринимаешь его как теплая ли нейтральная это какая-то структура которую ты считаешь свои давай посмотрим почему ту структуру которая тебя отрезает ты считаешь на своей что это такое а трудно определить хорошо давай посмотрим по времени значит когда эта структура у тебя появилась если трудно определить как нибудь давай посмотрим когда это появилось давай посмотри себя на уровне но не знаю 15 лет у тебя есть эта структура почувствуй себя 15-летним парнем вот тебе 15 лет и это жизнь судя по всему есть отлично давай раньше отправляться по времени смотреть ну давай ощути себя ну не знаю годичным ребенком ты совсем маленький там пузыри пускаешь почувствуй себя маленьким мальчиком есть уже эта структура которая тебя отрезает вот так не вижу то есть ее еще нету в этот момент а или просто не чувствуешь пощупаешь пощупай руками ты маленький мальчик тебя один год посмотри хорошо коль первое детское вспоминание так как как ушел садика сам домой отлично самостоятельно вот ты идешь самостоятельно вообще домой ты идешь домой вот концентрируйся на этом накачивая прямо и вот туда это состояние сейчас там и ешь домой ты сильнее любой структуры вот эту структуру можешь почувствовать сейчас посильнее ты ли она нет вот тогда не вижу замечательно теперь ты берешь снова сознание в центре головы смотришь на себя из центра головы увидел изнутри да из центра головы да какие ощущения где заторы энергии энергии течет спокойно свободно везде у шеи теперь из центра головы смотришь и поднимаешься смотришь наверх на себя из макушки идешь вверх пока как из пробки пробка из шампанского не вылетит некий такой чпок будет и польется внутрь энергия давай делай это помогая изнутри из из сверху смотри до свое сознание выводишь из тела вверх в белый свет да вот чпок ты увидишь послушаешь почувствуешь на всех уровнях почувствуешь и слышишь увидишь и не тяжело тяжело в голове да там у него это тарелка какая-то вот ее надо продавить нахер просто пока просто продавить потом посмотрим чё с ней осталось и вытащить вот эту заглушку просто продавим пока я сам так мешает и сильнее ее ты можешь сломать и восстановить нисходящий поток я даже не вижу не надо видеть просто выведи сознание вверх через верхнюю чакру на другие надчеловеческие уровни знаете я вырос смотрю сверху момент когда выводил на ощущение было как вот пробку какую-то и стены из ну чего-то выдали пошла энергия как-то плавно все таком почувствую дело сделай несколько раз пока не почувствуешь прилив буквально на ощущениях не на картинках затылок и выше да сейчас вот ну потому что я не понимаю что происходит здесь тут ну по по позвоночнику идет какой-то но нисходящий поток усилила его заполняйся на трубка было наверху дудочка скажем так и наверху было шка затор ты сейчас его чуть-чуть проткнул вода пошла энергия заполняйся до самого низу как чувствуешь спокойно идете на где-то переживает а не могут кажется в шее где-то все равно дай посмотрим что-то у тебя в шее мешает ты это воспринимаешь как что видишь как что как узел какой-то такой внутри да что с этим узлом можно сделать как думаешь я думаю что надо что-то на физике это делать потому что там скорее всего то есть а на физике в горле узел ну да там скорее всего зажато что-то не отлынивай давай смотреть что-то физик который отражение тонкой физики на тонкой физике мы сейчас работаем на физике не может ничего быть если нет на других уровнях мы с ними работаем поэтому давай концентрируйся на этом что это за взяла который так защищаешь ну чё нормально же шел увидел канат узлом впихнулся в горло пошел дальше обычное дело чё тут рассматривать у нас там у всех малолец искривление позвоночника или талии вот сейчас в докаркаешься будет эти сделаю все по твоей воле что за узел вот этим нисходящим потоком идешь вниз вместе с сознанием наполняясь самый низ хорошо еще и восходящего не хватает первое что мешает вот это дотронься сознанием до этого узла почувствовать об ты подумал что произошло какие мысли что ты не говорил на нее ничего против заткнула повесь этот бантик ей на голову нафиг красивая веревочка или еще что-нибудь выкинь и идем дальше принято теперь снова сознание выше чем головы сантиметров на 20 чувствуешь нисходящий поток и вместе с ним идешь наполняешь тело и вокруг тела вниз и ловишь какие-то ощущения структуры пятстве пустоты плотности наоборот и говоришь нам позвоночник уйдет так ну фиксируй где сейчас фиксируй до какого уровня ты наполнился горлышко прошло сердце за счет часто вот песню почему-то там что там что-то там что-то там что-то что случилось там это шарик воздушный или ломик вот я подумал так комок какой-то ну не подумал по ощущениям как комок берешь эфирными руками и смотришь какое ткань или мясо ну как мышцы мышц по и судя по всему магии без суждений хорошо по ощущениям даже давай раз твои то прикажи им расслабиться они напряглись то спроси когда напряглось 12 что-то 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 что 12 еще 12 или лет 12 12 лет 12 лет вспоминай что было 12 лет когда этот зажим ты себе поставил что там яблоки ворвал челюсти смотри сам сейчас просто не вспоминай она сама вспомнилась сейчас подгрузится как это сознанием да да заделай все и пошло вот он не 12 лет насколько нас Что там? Понимаю, как это? Двенадцать лет назад, двенадцать лет назад, как двенадцать лет назад. Что было? Хорошо, что было? Что ты увидел? Какую ситуацию? Как мы к соседу, к деду ползаем. И получил заряд соли в жопу? Соль они там получили, но убегали, падали. Я не знаю, почему там деревянный дом, прямо тут помню, забор деревянный, прям с улицы, да. На руках подтягиваешься где-то, да? Да, на дом, руках и вперёд. Ужас, жесть. И напрягся из-за стресса на тонких планах, да, и получил. Это напряг. Да. Пошли полёты на русские пьеди, мотоцикли. А потом сверху наложили все стрессы при авариях, при стрессовых ситуациях. Там многослойный комок такой. Найди первый. Там как, кол такой, ломик. Пузырики. Страх, знаете, вот страх того, что соль прилетит. Точно. Через забор я вижу. На руках подтягивается, вот так вот. Вот это вот ситуация. Я ещё смотрю, ну и вижу же, что яблоко крали. Ну или что-то там крали, не важно. Знаете, в городах, да. Да, что-то там. У меня ещё фамилия была, я скажу, богата, главный. Я помню. Ну, там же вкуснее яблоки. Понятно. Да, помнишь, что там воровали. В своём саду такие же, понимаешь, но там же вкуснее. Нам всегда предлагали просто прийти и взять. Да, да, не-не, неинтересно. Добытчики. Охотники. Первый, первый, первый. Просто найди его, почувствуя в этом конке, который ты сейчас обозначил как комок. Там есть внутри такое, как колышк. Знаешь, как ужас. Песчинка, а вокруг её земчужинка. Гнутый чёрный нож. В самом центре ещё. И поломай его. Не-не, подожди. Почувствую структуру. Вот погрузись в этот комок, и там есть некая структура. Жёсткая. Жёсткая. Ну, если как не ломит, как не иголка, то что-то такая. Игла гнутая, да, неважно. Что это? Субтитры создавал DimaTorzok кто ты такой откуда-то но просто на те я и почувствую чудо детства куда-то все да да все из детства и почему-то о дождя почему у меня вспоминается момент рассказываю когда у меня болел спина детства позвоночник ну видимо может быть травм легче плохо помню сейчас пришло меня повезли какой-то бабки договорщица я был молитвом и она меня положила как бы есть что рассчитывали всякими соленьями чем там еще грибами не деньгами я сейчас помню я лежу у меня болит очень позвоночник ну как бы и доктора у нас там все все как всегда руками за день на что-то вводит мне вот на пояснице она мне будет рукой ну как вот она вводит рукой что-то чепчет и у меня боль уходит у меня не было никогда больше проблем с поясницей вот теперь чувствую что она делала на эфирном плане работал с тонкими да и видишь на физике все изменилось физика отражения что даже после того как 25 тонн бетона бетонных лотков уложили ветером честно скажу ничего проблем со спиной не был ручную почему-то да что закручивают что почему иголка там иголки мы еще перейдем ну ломик иголка ножа утончилась что она сделал до начала я не понимаю что он я не могу забрать что она говорит она что-то шепчет как-то монотонно какую-то прям как считаете она может что угодно любой стишок для в трансово станет сознание чтобы включить мозги важно что она делает настрой смотри тобой что происходит по ощущениям кучу сказать там закручивается что-то такое не понимаю без агрессии спокойно наш помогла по большому счету даже не по большому просто просмотри и осознай это каким ты был до каким после и что сейчас это эта структура в тебе делает и как она влияет на тебя влияет ли ну весьма я не вижу связь такой не чувствую связи между скажем так каким-то таким препятствием что для вот этим комком ну они разные скажем еще раз мы сейчас не говорим о комке и о связи мы уже разобрались мы работаем с источником этого комка и другую ситуацию вышло вот только ты это бабка как закручивается что закручивается ощущение на пояснице но вот если как по ощущениям то как вот энергия закручивается закручивается в районе поясницы не знаю как так и что стало там даже так ну понятно да 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 она и пространство нула и как заткнуло что то вот что она заткнула как ткань взяла вот так вот комок в пучок и заткнула а то такого было что она заткнула ощущение такая черная дырочка вот есть она просто не думая там условно в корабле течь она из заткнула молодец но и чё то пробоины чё чё делают обычно она появляется переделывать латаются но может подумать откуда она появилась залатать то нужно понять причину она еще появится так бабушку чуть чуть не будешь делать ставишь или чего нет но пока все хорошо можно понять суть если это скажем не от нее пошло то не от нее но смотри она тебе дала костыль условно ноги не стал он тебе дала костыль поставил но нам что-то с ним делать и ничего не будешь делать вы твое решение ну я бы все дела как бы расправил бы и разобрался бы все-таки вперед сделать делать делай когда саконожка начал задавать себе вопрос с какой ноги она начинает ходить она встала просто иди ну ее энергия смотри часть работы спины была на ее энергиях на тех которые она впихнула нет ну не твои получается то есть на взаимодействие с миром нет прям не полностью твои да 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 она взяла и ну и свои там ей подвластные энергии природы неважно и заткнула но по ощущениям но вернувшись туда там было ну страшновато не знаю да она типа могла чуть распрямил и так далее но благодаря за это это помощь реально без агрессии без всего и работай дальше иди глубже и смотри что это был откуда ну вот в этом я не вижу не в этом ну скажем не здесь не в этом не в этом площадке получается что не здесь ну вот иди когда это образовалась дыра был и и и г на на г и иди в самый глубь в основании в начало черноты здесь почему сплывать красники лестниц которые говорят стран ну потрогаете лестница на весящий воздухе лестнице плотный а вокруг темнота вокруг темнота лестнице но как бы они светлые так и получаются ты видишь на сами ли станцирован света то есть ну я найдет ну весьма неприятно там находиться стран ну ты шел по этим лестницам или стоял смотрел или что я поднимаюсь понимаешь что как переворачиваться ты стоишь на этой лестнице зафиксируясь ситуацию процессы смотри на себя как ты выглядишь все на ощущение да то есть да почувствуй свое тело когда тело новых каких-то нечеловеческих нет но ощущение что это их стран готова обувь такая странная с железными такими носами такие ботинки большие перчатки какой-то костюм я человек и человека сколько руку человека могут быть варианты я вижу эту ситуацию он ее почему-то не хочет увидеть пусть сам вспоминает не хрен мы моно тоже все людьми видели да потом окажется мишки да да вот сейчас сегодня выложил вспоминания реально то есть это 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 не бред да то есть вот то что я там периодически вижу то есть не бред получается не знаю ну так хочется сказать костюм но руки такие то есть если я здесь смотрю то есть костюм какой защитный из ткани зеленого цвета как у нас вот такие либо он защитный экзоскелет броневой либо защитный кожа 2 но если я смогут руки вытянуть смотреть полностью там я руки недалеко получается выдвигается как-то так смотрю что я вижу трубки не причем они посмотри на руки как вы не пальцы сколько интересно картинка идет такая ну что скачет то перчатка такая как варишь когда такая большая мобильная перчатка такая пальцем 545 но и вторая ему скачет только как бы 2 то ли не понимает применяя столь разный выключи мозг критика просто принимая информацию у клешней 2 до обычно лишний экзоскелета 2 до сколько ты ощущаешь это как руку то нынешний мозг тебе подсказывает 5 по не может такого быть просто принимая убирают по критику не может быть еще там делал этим влазил лестнице но никого другого я не ощущаю один весь скажем пространство но это не здесь это да если сзади прилетела в спину значит что-то было кто-то другой ищи другого миной таки странно прошли получать статьи какие-то совсем дешевле вроде прыгаешь как страшно вокруг но еще чего-то боишься ну не зря и потому что сзади прилетела скорее всего плазменное оружие люди потому как эфирка выжжена вот эта темнота единая боялся не зря чего боялся вспоминай сейчас начинает палатить дыш вращаешь да и прям так вот как холод идет прямо прямо начинает так вот вообще непонятно поднимаешься на местных уровней и уровне а вот эти ступень они как как бы в доме находится мне даже не понимаю зачем я туда иду поднимаясь наверх потому что ничего не видно снилами на и дальше да кто его дальше было ночью высок очень много лестниц не странно образом переворачивается как будто когда идешь почему-то это позорочно ты стоишь на ней ммм мм ммм 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 гружайся прям вот ощущение того тела он такой чувствует же точек какой-то ну я бы не сказал что уника потому что не как сейчас в какой-то я странно но опять это мозг смотри богомолы они тощи красавцы не что приседал а что прилетела на откуда прилетел я не вижу что прилетела ощущение ему решил что прилетел не приползло что как он 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну Извини, я отлегся Так Не, ну Если это выставка Существа, которые я ижу А, да, ну рассказывай Очень, да Что существо? Ну почему-то он Почему-то вот он Ну идет такая информация Как эта вот, которую, помнишь Марса такой был мультик Ну что, поднявшись Угу То, где у него То, где у него пробой Это нужно искать Все-таки на земле И мне кажется, нет, Илья Ну это второе, подожди Вот раз Пошли воспоминания, давай Хорошо Добьем Хорошо Ну Костя полз Час целый полз По дереву Что делаешь? Еще ползу Да, ползу Ну ты меня так же, понимаешь? Да, другого помнишь? Кто-то, личинка А что делаешь? Жрать хочу Личинка жрет Нормально Я не помню Но вот здесь Какая-то лестница Ты идешь 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 Да, она переворачивается Их очень много Этих лестниц Я даже не представляю Какое там количество Наверх Очень почему-то Ну Страх какой-то Что тут наблюдает Страх высоты Ну не боюсь Это высоты Ну вот Чем-то Где вот Смотри Ощущение того Тела И смотри Там Вот проведь Ту же ситуацию Там Откуда Куда идет Энергия Где Может быть Зажимы Какие-то Или наоборот То тело Чувствуй Наполни то тело Посмотри С себя Сейчас В то тело И помоги Ему Наполни С ладошками Погрей Не, ну я там Тащи Точно Чем сейчас Ну такого Прям не Не чувствую Какое тело Потрогай его Из чего сделана Резина Сталь Сладкая вата Нет Ну тело Не кожа Какая-то Как вот резина Наверное Больше на резину Похоже Странно Или хитин Ну такое Нет Причем Как вот Сер Странно Не знаю Почему Ну да Не знаю Как-то Оттягивается Рук 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 Сколько Ну это Понятно Нет Ну Ну Ног две Ну я так вот тоже И рук две А между руками и ногами Есть еще что-то Другие руки Нет Реши скажи Подайте мне Отлить Куда-нибудь Сторон Посмотри Нет Ну что На уровне Пахают руки Что-ли Ну Да Нормально Обычно Шесть У насекомых Нормально Нет Конечно Я все понимаю Ну Мне кажется Не знаю Нормально Вспоминай Других Таких Время Других Таких Ну что-то Их много Маленьких Скарпанур Получается А я Какого Чего-то В этом Скарпанже Может Замерз На прогулку Вышел Мама Одела Чтобы не застудился Нет Мама Это перед мамой На староид прогуляться Вышли В боевом Влачении Ждете Высадки Нормально Ну Вспоминай Такой Рельеф Такой Скалист Сразу Кажется Стоят Кто-то Смотрит Ну я их вижу Ну Не Просто их вижу Не Своего лица Не стоят Вот Насекомые Не Ну Кафандров Вокруг Чего Они на лужайке Там В воде Какая-то Какая-то Пустыня Страна Какая-то Пустой Как этот Какая-то холмистая местность Скалышки Какие-то Такие Пунитоид Да Именно до этого Что было До этого Когда До этого До этого Не Не Три До этого Блин Он Был Личинкой И Ел Моно Моно Как я могу Быть Личинкой Ликанка Хорошо И Тихонько Вспоминай Я Еще Стою На Этой Лестнице Один В Этой В темноте Только Что Были Другие Куда Убежали А Я Смотрел Как Был Я Один В темноте Стою Я Вижу Но Отдельно Стоящих Очень Много Корабуль На Одним А Еще Смотрит На Него Так Все Упершись Туда А Ну Я Вроде Как С Немен Странно Не Знаю Смар Это Очень Большой Короче Корабуль Ну Какой формы Ну Не круглый Даже Не совсем Круглый Больше Длинный Что Как Как Ну Я Не знаю Такой А В центре Как Вот А В центре Он Скруглен Ну Как Круг Такой Туда Они Смотрят Туда Чем Ну Как Большой Я Не Понимаю Он Очень Большой Для Такого Количества Ну Как Раз Для Такого Не ощущаю Раз Условно Цилиндра Там Был Не знаю Квадрат Блин Что Угодно Вот Ту конфигурацию Энергетическую Приме И Думаю Не Найти Мысли Да Блин К Чему Готовить Угу Судя По рукам Я уже Готов То есть Ну Как По Скафандру А эти Еще Нет Я Не Очень Понимаю А Те Что Без Скафандров Эти Просто Таят Все Такие Как Голые Ну Как Вот А Я Всегда Готов Ну А К Чему Воевать Воевать С кем Такой Детский Что На самом Деле Я Какой То Дерзкий Долгоносик И не Дерзкий Ты Главный Ну А Сейчас Главный Сейчас Угол Поставлю Как То Дерзкий Ну Такой Какой То Вот Боевой Задор И Победет Ну Да Не Ну Хорошо Фу Таким Быть Я бы Тащил Себя На Таком Сейчас Все 6 Рубы Оторвал Да Пролен Кем Воюет Кто Воюет Платформы Какие То С Кем Воевать Ну Эти Вообще Не Понимая С Кем Воевать Эти Вообще Не Воевают Они Такой Чувствуют Как Китайцы Что Лендарь Какой Команды Дают Они Выполняют Тоже Инсектоиды Совершенно Верно Не Думая Вообще Так Какую Команду Дали Подал А Как Какое Пришло Как Не Голосом Команду Давалось Весьма Интересно Просто Как Мысль Как Приказ Да Совершенно Верно Почему У нас Почти Заблокировано Но Всплывает Уже Людей А там Было Такой Универсальный Язык Общения Так Кто Там Думал Ты Думал Либо Кто То Еще Думал Ты Это Не Я Вообще Как Устаю Интересно Они Они Собирают На Платформы И Смотрю Такие Платформы И туда Я Угу Кто Думает Ну Какой Там Ну Женская Ну Как Энергетика Не Знаю Как Сказать Что Женская Какая Это Ну Не Мужская Не Человеческая Как Странный Ну Что Как Разум Какой Тут Есть Один Который Сразу Команд Дал На Всех Всех На Сбор Ну Они Никак Не Экипированы Вообще Абсолютно Замечательные Ну Так Что Наплевать То есть Ну Еще Будут Еще Подойдут Все Они Закачивает Тело Давай Вот Из Тебя Сейчас Туда Вниз 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 Вполне Вспоминанием Нисходящим Потоком Осознанностью Чем Ты думал Как В этом Средства Коммуникации Были Какое Оружие Смотри Какие Ощущения В теле Оружие Вообще Странное Большое Такое Не знаю Ну Никак Не похоже На Современное Оружие Что-то Большое Что-то Большое Такое Серого Цвета Но Больше То ли Серебро Что-то 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 Такой Метал Интересно Но Не Это Оружие Вспоминание Как оно Стреляло 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 Снял Оружие 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 Энергетическое Энергетическое Что Ну Как Пучок Как Шарик Что-то Такое С него Но Я не вижу Чтобы я Кому-то Его Применял Кому-то По крайней мере Не чувствую Такое Чтобы Я Кого-то Прям Убивал Может Да Конечно Не было Понятия Убивать Просто Кто Был Целью Что Люди Что-ли Люди Люди Как Они Выглядели Где На Той же Или Вы Куда-то Уже Перелетели Как Интересно Что Не Чувствую Я Что Куда-то Мы Улетали Это Где-то Вот Такое Чувство Что Это Где-то Здесь Ну Или Недалеко Потому Что Как-то Все Быстро То Меня Завалили Быстро Я Не Очень Понимаю Такое Чувство Что Я Вперед Там Че Оторвался И Первый Выход Чем Хотел Да Какое-то Кино Интересно Блин Я Конечно Мухомор Ну Как зря Ну Вот Зря Зря Надо Будет Прикупить Настойку На спирту Мухомор Нет Смешивать Нельзя От Онкологии Товарищ полковник Удал Давай Тебя уже Не жалко Пробуй Нет Дело Не в этом Ингибитор И В общем Замедляет Алкоголь Затормаживает Стояние Мозг А это Раскачивает То есть Противоположность Для Для Смазки Какого Нет Потом Просто Сухие Да Заварить И выпить Она точно Скажет Ты с ума Сошел Отвлекаешься Тебя что-то Отвлекает Жена Наверное Мне кажется Вспоминает Ты далеко От Что-то Попроще В теле Ролит Не хочешь Сходить Нет Ну что Тогда что Напряги Где-то Да не Не Напряги Знаешь Я постоянно В силу Того Что Я почему-то Один Сюда Тащу Ну мы Сами По себе Трудимся Бригадами И я Постоянно За всех Все решаю Понимаешь Все Самый Самый Уставший Я Все За всех Лишаю И поэтому Меня Постоянно Наверное Меня кто-то Там Соминает Отвлекает И все Меня хотят Увидеть Услышать Чтобы я К ним Приехал И вот Меня Я рад Спасибо Ему Но Хочется Что Да Меня Прям Вот Постоятельно Хочет Я Хорошо Замечаю Что я Скажу Некоторых Своих Друзей Коих Очень мало Но они Есть Я Чувствую Когда Они Мне Звонят За несколько Минут Они тоже Чувствуют Ну Хорошо Да Да Не Я Не Не Долетел До Туда Совершенно Точно Ну Потому Что Мы Куда-то Летим И Все Я Как Первый Так Убрал И Еще Стоюсь Ну И Что Происходит Причем Если Так Смотреть На Стол Прям Я Углажу Мне Нравится То Воспользовался Ну Такого Чтобы Взял Кого-то Засадил Приказ Ну Приказ Но Не На Этом Корабле Кто-то Давал Приказ Это Сто Процентов Не Чувствую Что Кто-то На Этом Корабле На Корабле Корабле На 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 Корабле Я Пошел За За Сам Послед Я Был Дерзкий Но Такой Не Агрессивный Как Все И Чего Не Причиняюсь Не Не Причиняюсь Ну Такой Вот Я Почему Тут Я Себя Прям Вот Возом Как Что Я Могу Сам Это Все Начинается Помнишь Как Тебя Убили Опять Именно Там Нет Вот Ты Говоришь Опять Убили Да Помню Тебе Пуля Куда Попала В Живот В Живот В Живот Попал Может Где То В Живота Я За Живот Хватался Я Убил Как Кровь Идет Он Стрелял Даже С Пистолетом Он Стрелял С Пистолет Я Не Определён Но Это Не Т Это Не ПМ Это Что Это Ярыгин Что Большой Пистолет Потому Что Я Очень Старый Ярыгин Какой То Он По Внешнему Виду Он Сидел Он Молчал Он Молчал Слушал Мы Мы Разговаривали На Повышенных Тонах Как Того Кто Стрел Помнишь Как Звать Имя Старался Вспомнить Пробу Очень Странно На самом Деле Это Лицо Но Если Я Как То Два Вокруг Чувствую Мы Хоть Все Разговариваем Я Как То Могу Почувствовать Ну Что Они Того Я Вообще Вижу Как Туманено О Опиши Борода Может Там Лысый Может Не знаю Соглазый Нет Бороды Бороды У меня нет Он военный Он военный Тот Из высших Офицеров Офицеров В форме Почему Высшие Ну Не Важно Это Тоже Твои Долеты Потому Что Это Либо Это Никакой Старлей Капитан Либо Это Майор Либо Подполковник Я Не вижу Ощущение Звезды Там У всех Ощущение Что Он Похож На По ощущениям Либо Какой-то Замполит Либо Особист Какой-то Ну Ладно Не будем Других Помнишь? Ну Вот Тут один был Постарше Один Был Помладше Причем Помладше Это Ну По ощущениям По ощущениям Это мой как раз Просто мой друг Стоял Рядом А Как ты себя Видишь Кто ты В этот момент Посмотри на руки Взрослый мужчина Молодой парень Или уже Может В возрасте По рукам Определи Возраст В первую очередь Примерно Это мой возраст Ну То есть Это Чуть Чуть Старше Но Где-то Мои 35 лет Примерно Это Именно Чуть Больше Может Причем Я Как-то Все Это Очень Стараюсь Что-то Донести Что Нужно Сделать Ну Как Прям Как-то Все Открыто Они Меня Поддерживают Мой Друг Совершенно Верно 35 лет Как Дальше Бороды Не Бороды Бороды Почувствовать Сложно Энергетика Мягко Говоря Особенная Я Кого-то Хотел Я Кого-то Хотел Спасти Ну То есть Чтобы То ли Сейчас У меня были люди Кого Хотел Я Спасти То Тело Почувствуй Погружай Сейчас То же Самое И Сейчас Прокачай То Тело Почувствуй Посмотри Как Выглядишь Зеркало Ну Я Не Военный По ощущениям Это Я Сейчас Не Очень Ну Что значит Не военный Скажи Ну Скажем Я Не На службе Я Не Стою На службе На службе Стоят По крайней мере Двое Точно Из тех Кто рядом Один Сидит Один Из тех Кто стоит Кто постарше Почему Ты думаешь Что ты Не На службе Они Как Вот они На службе А ты Все Трое Все На службе Скажем так А ты Нет Почему Почему Я себя Туда Не Отношу Ну Вообще Никак А почему Ну-ка Ну-ка Они По отношению К тебе Это Друзья Либо Кто Один Со мной Друг Один Это Мой Один Это Мой Друг Один Военный Человек Вот Этот Военный У него Какое Звание Уровень Он Тоже Из Высших Офицеров Но Он Меня Поддерживает Но В то же Время Замечательно А Ты Тогда Среди Высших Офицеров Что делаешь Да Я Прихожу За Помощь Ну Я Объясняю Я Просто Бурно Скажем Я Бурно Объясняю Какую-то Ситуацию Ты Объясняешь Какое Освещение Было Это День Ночь Это Был День Это Второй Этаж Это Штаб Даже Вижу Как Столы Стоят Что Тот Кто Сидел Он Сидит За Столом Который Вот Так Вдоль Окон Стоит Окна Если я Раз Два Три Окна Я Вижу Больших Именно Это Штаб Часть Совершенно Точно Штаб Часть Время Какое-то Время Дневное Хорошо Как Ты Чувствуешь 50 лет Назад 20 Лет Назад Война Или Что Это Какое-то Событие Произошло Какое-то Событие Произошло И Прям Войны Такое Чтоб Стрелял Все Ну Я Не Вижу Именно Войны А Дед Как На Мне Разгрузка Есть Что Такое Разгрузка Жилет Разгрузочный Не Специалистов Жилет Разгрузочный Для Обоим Для Автоматов Жилет Вон Глянь Кто Сейчас С нами Работает И Мешает И Его Сбивает Зачем С самого Начала Вот Он Сидит Дальше Вот Он Слушает Он Меньше Всего Я Даже Не Слушал Что Он Что Говорил Встреча Вот Это По Поводу Чего Я Просил Их Помочь Просил Пришел К ним Они К Тебе Мы Прошли Вместе Мощи Пошли Втроем Человеку Почему У нас Беседа Такая Была Зачем Вы Почему Вы Сидел Лысый Лысый Да Без Бороды Лысый И Ощущением Скотский Он Меню Скотский Я говорю Очень мерзкий Такое Ощущение Что Да Ну Это Такое По характеру Особистам Ну Вот Кто-то Такой Кто На должности Он Я Почему-то Считает За Сумасшедшим Что За Какого Что Я Несу Какую-то Чушь Собственно Решает Просто Меня Вот Так Он Доставил Кабурал Спрятан Здесь Достает Причем Почти Ни с того Ни с сего Да Да Причем Он Даже У него Уже То есть Был Патрон В Патроннике То есть Он Даже Не Перезаряжал Я Даже Не Помню Что Просто Перезаряжать Что Нужно Скажи Какой Типа Почему-то Решил Так Что Там Уже Был Патронник Куда Досылает Патрон Потому Что Затворную Раму Необходимо Передернуть Второй Рукой Что Патрон Но Это Мог Быть Револьвер Там Ничего Передергивать Не надо Нет Нет Это Именно Длинный Пистолет Чёрный Пистолет Совершенно Точно Так Он Достал И Просто Нужно Было Выстрелить Ну Скажем Это Нормальная Практика Военных Боевых Действий Ну Чёрный Пистолет Вот Вспоминай Как Это Последнее Что Ты Помнишь Буквально Очень Ярко Как Пистолет Выглядел Очень Быстро Всё Произошло Вот Очень Быстро Очень Быстро И Прям Вообще То Он Сделал Один Так Вот Выстрел Я Сразу Упал После Я Хорошо Помню Бля Опять Я Лежал Ещё Вот Всё Что То Мне Забел Такое Жизненно Важное Угу Ну Это Как Без Скафандра Без Ничего Помнишь Выстрел Один Я Только Один Выстрел Помню Один Хорошо Помню Что Когда Меня Снесло Волной Я Обрыли Ну Как Быто Я Сплялся За корнем Дерево Какого Четко Помню Мутная Вода Такая Грязная Как Глина Сель Голову Разбил Когда Тебя По Этим Камням Ты Ты Как По Суперкам А я Уже Не Помню Потому Что Я Только Меня Сносят Я Хватался За Корни Меня Снесло И Всё И я Уже Больше Всё Я Там Был Один И Погода Была Такая Что Ну И Причём Размытый Так Берег И Очень Большое Течение Шло Это Было Раньше Либо На Жуке Либо На Этим Лысом А Лысом Чё Знаешь Лысый С Польский По Ощущениям Я Сказал Неприятно Товарищей Больше А чё В вашу Кампанию Друзей Друзья Ты Сказал Мы Туда Пришли Мы Туда Пришли Все Вместе И Я Так Понимаю Все Стояли Никто Не Ожидал Что Он Выстрелит Вообще Человек Он Не С нами Он Не С Нами Со Мною Со Мною Мои Ребята Но Он Не С Выглядел Стол Там Какой Это Был На Столе Что Он Сидел За Столом Или Как Отдельно Сидел А Он Сидел Так Чуть Развернут Вообще Он Не Сидел Сидел Слушался Чуть Развернут Стол Сидел Слушаться Внимательно Нашу Беседу Нет Ну Остали Были Шуткарты Игральные Военные Что Было Ну Вижу Как Какие-то Папки Стоят Немного Было За Столом Какая Так Вот Ручки Вот На Тодверь На Что И Все Голый Стол Ну Стол Там Было Несколько Один Длинные Два Так Что Ставил Один Стол Как Буква П Он Сидел Там В самом Центре В окна Центрального Но Эта Часть Совершенно Точно Воинская Часть А почему Ты Решил Что Это Внука Ну Почему Тут Прям Идет Такая Что Прям Вот Информация И Пощущение Что Это Вот Именно Штаб Воинской Части Если Если Я Увижу Когда Ну Потому Что Есть Прецеденты Мы Периодически Заезжаем В части Но Я Уже Был В одной В которой Я Могу Оказаться Теоретически Это Где Было Это По Твоим Ощущениям Там Холодно Было В этот Момент Или День Года Время Года Осень Осень Либо Поздняя Осень Не Холодно Но Посмотрим На улице Не Лето Не Лето Я Прям Под Уверенность У меня Первое Что Я Смогу Решить Сложившуюся Ситуацию С Людьми Молод Не Решил Угу Так Хорошо Следующий Вопрос Это Вот В Сибири Было Условно В Африке Было Где По Ощущениям Это Пиздец Питер Угу Это Питер Но Это Недалеко Где Это Где Область Близ Ближайшая А Имя Как Помнишь Твое Его У тебя Какое Имя Было Чем Женя 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 Ты Где Это Увидел Услышал Документ Какой То Просто Нет Просто Как Информация Женя Женя В общем Женя Именно Когда Убили Крикнул Кто-то Крикнул Кто-то Перед тем Как Я Упал Из Ребят Из Моих Твоих Ребят Это Кто Ну Кто Двое Стояли Ну Он Мог Крикнуть Женя По Отношению К Другому Типа Женя Держи Там Вот Вспоминай Твое Имя Документ Какой-то Как Тебе Кто-то Обращается Ты Был Один Брат Может Был Жена Может Был Женат Был 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 Ну, один из моих, кто ребят, он меня назывался Братан. 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 Второй? По второй раз говорил Коленька. Коленька. Баска. 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 Не Баска. Не знаю. Почему? Так. А ты, к отношению Коленьки, кто был? Почему ты их назвал мои? Не ты его, а он твой. Потому что как-то я себя собрал. Во. А как так ты их собрал? А откуда мы появились? Тоже самое. Все происходит, как сейчас. Угу. Я отдаю, скажем, команды, да, опять же, тем, кто со мной разговаривает, чтобы они помогали искать соратников, нет? А? Какие команды я тогда отдавал? Фуку, вспоминай. Я просто во вселенную. Ну, это понятно. А на физике как это все увидел? Все. Все. Все увидел, как там все не даешь. Пленочка. Вот смотри, вот воспоминания буквально перед тобой, как кубик, квадратик, неважно, книжечка, а на ней пленочка. Вот эту пленочку почувствуй, бери. Ну, я голос просто на физике подавал. Угу. Или кто-то говорил, кричал там, да. Угу. Или что ты говорил, кричал там. Угу. Единомышленников саратин. А как они выглядели? Кому я прощался. Я их вообще не вижу. Я понимаю, что они есть вокруг, но я их не вижу. Я понимаю, что они меня слышат. Но ты в центре, да? Да, я в центре, они меня слышат, но я их не вижу. Вот они тебя слышат. Дальше что они делают? Ну, они почему-то по ощущению, что раз летают, и на их место стоят другие. Отлично. Выполнять. Они выполняют, получается. Приказы отдаешь. Да, и это все происходит. Хиты приправы отдаешь, да. Все происходит и по сей день. Все получается, все работает и по сей день. Тогда что работало, рассказывай. Интересно, но от них не исходит никакой, скажем. С ними не страшно. То есть они вот приятно, они светлые. Почему они такими, как вот? Не знаю даже. Да. Ощущение тебя вспоминать. У меня такая же голова, как и сейчас. Да. Ну, по ощущениям, вообще-то я. Да, ты. Ощущениям, это я. Вообще я. Хоряха такая же. Ты. Я. Ты лица общий. Из воплощения воплощения что-то есть. Дальше. Как выглядишь? Так одет. Видишь, стоишь, что вспоминаешь? Давай. Все, книжечку взял как раз на себя. Из пиданочки. Ну, если так смотреть, то вообще интересно. Я стою, вокруг сидит как бы темно, а вот они вокруг меня. Нет никакой не агрессии. Причем они это делают. Ну, то есть я не считаю, что я им там как-то пользуюсь. То есть они почему-то этим они там выполняют. Прям как-то. Как они под это заточены, чтобы. Ну, под что они заточены? Под выполнение каких-то приказов. То есть, ну, они не считают. Но они, 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 они не рабы. Ну, естественно. А приказы это из какой области? Ну, я прошу защищать. Ну, их не прошу. Кого защищать? Ну-ка, давай. Защищаем. Ну, своих родных, близких, соратников. Понял. Дальше. Что еще события? Сейчас поиск соратников. Как одет был? Страна. Как сейчас, как бомж какой. Ну, не без, не вижу. Ну, не пафосно как-то я одет. Ну, без всяких. Там не до пафоса был. Штаны обычные какие-то, ну. Ну, вокруг ничего не вижу. Вижу только их вокруг очень много. А, как к тебе обращаются? Странно. Они не обращаются, они просто вокруг находятся. Так. Ну, как-то вы общаетесь? Разговариваете? Именно. Картинки, ощущения и звуки. Ну, картинки. Ну, как раз-то они показывают. Картинки, получается. Причем. Говорят еще, когда я что-то делаю не так. Что-то говорят, вот, мы что-то говорили, мы что-то говорили. Причем, всегда говорю, что мы. Вот, мы. Я всегда слышу мою фразу. У меня еще... У меня приятель мой есть. Он всегда говорит, слушай, когда, типа, у меня, говорит, на одном плече один сидит, а на другом, а на другой, говорит. Я увлекаюсь, так. Я к тому, что... Вот, причем, всегда мы. Ну, они мы всегда. Да. Тебе говорили. Они как-то еще обращались? Кто это вообще? Бутыльники. Нет. Чем эти люди занимаются? Они там папы и кадилами машут. Да нет, это не люди. Это я же говорю, они какие-то вокруг просто. Ну, ты их ищешь, но это как сознание. Вспоминай, вот ты в том теле, и вот кто вокруг. Вот двух людей ты увидел. Они военные. Кто остальные? Так нет. Остальные, ну, остальные только те, кто со мной. Они надо мной. Ну. Вот ты в том теле еще раз. Ты лысый. Такой же, как сейчас. Кто-то убил, тоже был лысый. Два других как выглядели? Кто они по отношению к тебе? Приказы? Ты им отдавал, либо они тебе отдавали приказ? Нет, они мне приказы не отдавали. Как-то, на самом деле, странно. Я... Они советовались со мной, но мне приказы не отдавали. Да. Но обсуждение было. Они слушали меня. Но они слушали меня. Да, так. Ну, и я им не мог приказы отдавать. У меня и желания такого не было. И мне было приказов давать. Это не на уровне приказов. Начинаешь отдавать приказов, значит, теряешь власть. Ну, мы просто общались, и они со мной советовались. Да. Что мы сделаем? И сюда мы пришли. Да. Куда-сюда? Ну, вот к этому человеку. Просто, типа, общаться. Предложил, но мы обсудили это все. Предложил, как раз, тот, кто постарше сюда прийти. И мы, собственно говоря, судившись, пошли. Причем я стою в центре, вот ребята по бокам стоят. Вот эти ребята. Ребята, это кто? Офицеры твои, да. А ты с ними, почему? Почему ты с ними? Что бы ты с ними делал с офицерами? Ну, такое вот по ощущению, что они как-то доверяют. Ну, они мне доверяют, они... Так. Кто офицеры могут тебе доверять? Ключи от квартиры, где деньги лежат. Или что-то другое? Нет, именно, что доверяют, ну, происходящей ситуации, то, что происходит. Ну, причем, вот... Друг слева, мой как раз друг стоит, как раз вот он... Он такой же, вот он татарин, или... Ну, это он. Совершенно точно. Он вообще переглядывается, молчит. Вот он не владеет ситуацией, он старается ехать, но он не понимает всего, что происходит. Национальность упомянул. А тот, кто сидит на стуле, какая национальность? Ну, там вообще, что они евречные, я не понимаю. Ты даже это помнишь, да-да-да. Имя вспоминай. Паша, не знаю, почему Паша. Паша, не дарит. Ну, почему Паша, не знаю, Паша. Лысый. Лысый, безбородый, да. Не, ну, это еврей точно. Прям запах, можно даже сказать. Просто откуда-то он там... Он не Паша. Ну, ты не Паша. Хорошо, ты себя, свое имя, свою фамилию, помнишь? Фамилию свою, помнишь? Нет. Вообще нет. Точно? Либо она такая же, как сейчас. А сейчас какая? Семенов. Не угадал. Вспоминай. Начал уже гадать, все. Концентрация ушла. Так нет, он, ты где ребенок. У меня получается, что я вот их вижу, все, мы как стоим, мы общаемся с ним. Да. Почему-то вот от этого идет Паша, но почему Паша? Не знаю, почему Паша. Одного, может быть, Паши, другого. Коли, неважно, свое вспоминай. Вот ты в том теле, а младше. И так не можете. Спасибо, Младше. И, вот, и theme. Что жизнь? Хмм. Уcome. - сейчас себя уже палкой бью не надо не надо оно пришло и как себе нужно как руку пожать потрогать пожми самому себе тогда руку ищение теплая рука сильная такая не сильно сжимает того и из того тела вот ощущение помнишь образа имена образы других офицеров им встречаться что делал вообще ну вот так вот так хочется что мы стоим как бы за этой стеной за дверью за которой я почувствую стену дверь это что за дверь деревянная дверь хорошо кто поставил почему идет прапорщик прапорщик как имя чем зачем поставил открывая и открывая и просто бери и открывай за дверью да лук поле солнышко все хорошо все отлично отлично как другой мир какой-то так что на что на поле на этом поле делаешь стою наслаждаюсь лучами солнца хорошо наслаждайся и вспоминай как имя тогда было того кто наслаждается голос кто такой димон и займешь или тебя зовут всплывает когда фильме там бубер ну так хорошо забудь просто лезут он а в чем затык чего у него там рвалось он немножко по он немножко попутал миша ой миша илья он смотрит сразу два воплощения да поэтому он и путает у него прошлое и позапрошлое идут нахлюст он говорит что опять потому что ситуации однотипные и в прошлом и в позапрошлом поэтому он и путает он не может их размежевать между собой и поэтому у него это предыдущие предыдущие сель это прошлое а то что ты говоришь это позапрошлое меня интересует позапрошлое да тебя интересует позапрошлое прошлое закончилось примерно вот сель и она была вот он правильно говорит но у него нахлёст идет в ситуации когда он погиб однотипные оно повторяется да те же вот предательство от скажем так от друзей которые вот кто-то не должен был убить да иудей да а вот во втором случае он просто понял что опять и он говорит что опять ситуация однотипная как перед смертью у него хлоп вот это вот картина прошлой наслоял наслоил наслоение поэтому он сейчас путает выбирай но ты и везде был лысый даже не знаю что тебе в ориентиры дать в прошлом у него больше массивная челюсть была а в позапрошлом ну вот такой как сейчас точно вот в позапрошлом да давай вспоминай да потому что это можно проверить вот давай вспоминания вниз назад и вниз и вот смотри прошлое и мы идем чуть дальше и позапрошлое вот там где тебя убил лысый там где вокруг много соратников прям приказы отдавал вот в это все погрузись с нами много людей почему ты какие люди гражданские население женщины и дети много у меня жена есть ай как и имя не знаю но она вот скажем такая же как сейчас смешно и она понимает и поддерживает и то же самое а ведь что люди за тобой пошли так имя есть нее есть я вот лица я не вижу это да чувствую ее ну как сейчас как ты ее назвал так имя по имени вообще не называл я сейчас тоже называю по имени ну фамилия твоя рождена так хорошо у меня сейчас уже не моя фамилия ну неважно просто жена или там семья была я так увижу ее пока хорошо вспоминай имя я всегда в напряге в каком-то стою что напряжен что вот решаю хочу помочь кому-то стараюсь и что-то подходит ко мне и то же самое успокаивает а я прямо рвусь куда-то вперед что-то решили почему мы все где-то в одном месте остановились при ванной причем транспорт много и мы как стоим что-то ждем какой транспорт опиши что такое транспорт ну автомобили какие-то здесь было автомобили какие-то какие опиши как выглядит почему-то их же очень много ну да ну столько ну людей люди транспорт что там как это все выглядит именно и звуки какие у кого-то дом на колесах небольшой прицеплен дом на колесах как выглядит белый такой да достаточно большой форма наверху еще что-то вижу хотя на наших домах такого я не видел как наверху кто-то дом окно какой-то открывается я не знаю странно кто-то колышется да ну-ка на конце войны и да как сложен закрыт или что ли в этот момент я вот так 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 да 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 ну машины колес какие колес 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 да давай без подсказок вспоминай да я уже увидел ну ну ты же видишь но не можешь просто писать ну я просто вижу очень много почему-то их очень много людей рассказывай да да кто их собрало вместе людей столько по ощущениям я так моя дурная мысль их собралась так отлично почему дурная ну замечательно а ты тут для этих людей как моя жена говорит что они идут за тобой угу туда ну ты что я должен привести куда-то безопасное место я как бы что там где безопасное место в чем опасность я его ищу что-то происходит какие-то события начали происходить в городе в общем не то что даже в городе по ощущениям в общем везде они начнут приходить да что за события интересные что они с тобой ну ты кто для них как они тебя называют там не знаю на кого я могу вести да дети сейчас по лысине хлопнули слетают туда и по лысине просто все все вспомнил как просто сопротивляешься этот мозг лапками цепляется за существующие и не дает куда тебе погрузить просто вот знаешь теми четырьмя лапками и хвостом вот еще уперся зацепился по трампу , вы вы выстрелов не слышно мы где-то на долине гордо стоим как леска как поля стою смотрю так люди разговаривают между собой но все равно я стою как будто я не жду то что как бы вообще что я скажу а почему ты должен слышать выстрелы ну что это потому что что не война не боевые какие-то действия что это опасность без боевых действий куча народу как тебя с транспортом как транспорт выглядит как он едет вообще стоит целый целый лагерь лагерь как выглядит лагерь домов на колесах как потому что колеса немного там кто-то в кто успел на своих машинах несколько есть какие машины марки больше черного цвета почему-то хорошо больше черного цвета мы прям не вижу стрижет у массы и масса людей массу людей идет куда идем я хочу вести 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 везде от опасности опасность в чем что в городе что в каком городе название имя или это не питер это не питер забудь о пить какой город и на каком языке люди говорят я их понимаю но русонят русских я просто говорю что я я их вижу и собственно мне даже становится не по себе что их очень много и я на себя это все будет получать уберешь все на себя всю ответственность как бы за эти трудения так в чем ответ какая что ты делаешь одет просто как одет как они к тебе все-таки обращаются куда ты их видишь вот поток чувства ухе ухе Я их увожу от какой-то опасности хочу, куда-то безопасное место их доставить. Сильно безопасное место, поэтому мой как бы почему-то... Выдохни, чуть прервись и еще раз посмотри на себя.